Сегодня предлагаю приготовить баклажаны, то есть законсервировать их в баночку и зимой наслаждаться их осенним насыщенным вкусом. Баклажаны для своей заготовки я взял именно вот такие, смотрите, кривенькие, фермерские, настоящие, огородные баклажаны, а не те глянцевые, которые привозят нам из-за рубежа. Режем их, в зависимости от вашего пожелания, можно резать вдоль, я предпочитаю резать поперек, так их удобнее укладывать в банку. Режем вот такими, наверное, шириной один сантиметр, вот такими вот колечками. Давайте сразу выкладываем их на пергамент для того, чтобы удобно было мариновать. Шкурку баклажана я не очищаю, кто-то скажет, что она горчит, ничего страшного, в этом и есть определенный смак самого баклажана. Последний баклажан я дорезал, ставлю на доску. Смотрите, для того, чтобы начать обжарку баклажанов на гриле, нам нужно их обязательно посолить. Вы можете их заранее посолить, вы можете их замочить в соленой воде, как делают некоторые. Можно немножко посыпать перцем, только много перца не должно быть, потому что перец, как мы знаем, начинает на гриле подгорать. И масло, конечно же масло, этого нам не избежать. Мы все знаем, что баклажаны впитывают довольно много масла, но масло в этот же момент является проводником тепла. И поэтому, если баклажан пропитан маслом, так будет гораздо удобнее их жарить на гриле, потому что это реально выход. Это реально выход, и многие об этом не знают. Понятно, что в нашем случае диетологи начнут спорить и говорить, что, ой, ужас, что это такое масло? А-а-а! Блин, масло с нами в повседневном, везде, в каждом блюде есть. Выкладываем баклажаны на сковородку, вот в этот момент нужно обращать внимание на то, какую сковородку вы используете. Если вы будете использовать сковородку чугунную, она накапливает очень много тепла, которое нам не нужно для овощей. Чугунная сковорода лучше подходит для мяса, гриловать мясо или гриллировать, как называют его. Для баклажана нужна алюминиевая сковорода, она медленнее разогревается, нежнее держит тепло, но при всем этом появляется хорошая полоска. Смотрим, полосочки появились, перекинули на эту сторону. Жарим, переворачиваем, переворачиваем, жарим, жарим, переворачиваем. Очень важно, чтобы баклажан был готов полностью. Если он будет чуть-чуть сыроват, он будет как поролон. Мы это прекрасно знаем. Многие пренебрегают этим, оставляют форму, говорят о том, что как же так, он стал мягким. Мы не хотим этого, давайте сделаем его более жестким, но тогда невкусно есть баклажан. Баклажан должен быть реально хорошенечко прожарен. Когда мы пожарили баклажаны, даем им чуть-чуть отдохнуть. Но это нам не для того, чтобы они дошли как стейк, а для того, чтобы в это время мы могли порезать зелень. Смотрите, кинза обязательно, почти все стебли оставляем, корни, корешочки только убираем. Петрушка, большую часть крупных стеблей убираем, остальные оставляем. И укроп, у нас здесь есть небольшие стебельки, ничего страшного, у укропа стебельки очень ароматные, которые нам понадобятся для наших баклажан. Итак, зелени мы, как вы видите, не жалеем, режем все помельче, аромат божественный. Поэтому, чем больше вы зелени сюда используете, тем ярче и вкуснее будет закуска. Зелень у нас готова, мы берем руками, посыпаем баклажаны. Можно это делать в банке, но пока мы до банки еще не дошли, я сейчас объясню почему. За то время, пока вы делаете заготовку зелени, пока вы рубите чеснок, у вас баклажаны пропитываются всеми ароматами. Поэтому так они будут вкуснее и пока баклажан теплый, он на себя забирает, он подогревает зелень, подогревает чеснок и наши чеснок и зелень отдают больше аромата самим баклажанам. Все аккуратно вот сюда его вываливаем. У меня оказался в столе микс для гавказских блюд, специи могут быть совершенно любые. Я добавляю немного, потому что у нас здесь яркий вкус чеснока и трав. Специи должны всего лишь подчеркнуть вкус баклажан и всего остального. Заливку мы будем делать вот какую. У меня от помидор, которые были маринованы вместе с острым перцем, чесноком и укропом остался рассол. Я его нагреваю на плите. Сам перчик от помидор можно вот таким образом порезать. Это будет бомба, бомба. Если у вас нет готового рассола от помидор, да еще и с чили перцем, на такую баночку рекомендую взять буквально две столовые ложки уксуса, полить баклажаны, чтобы уксус впитался. И когда вы баклажаны сложите в банку, залить все растительным маслом, желательно горячим. Теперь баклажаны выкладываем в банку. Прям нужно взять какую-нибудь лопаточку и аккуратно вот так вот вместе с зеленью, с перцем совсем выкладывать слоями в банку так, чтобы все баклажаны у нас поместились. Складываем, прижимаем, складываем, прижимаем. Смотрите, последние баклажанчики, стряхните с них зелень, сверху мы их выкладываем. Рассол, который я взял от помидоров, я его нагрел до 100 градусов, и теперь именно этим рассолом мы заливаем баклажаны. Объясню почему. Высокая температура обрабатывает чеснок, и он становится не таким ярким. То есть в тот момент, когда вы будете кушать уже готовые баклажаны, вы поймете, что чеснок вкусный, и от вас не будет так сильно пахнуть, как ежели вы скушаете самый настоящий свежий чеснок. Во-вторых, чаще всего рассол выкидывают, а на самом деле с помощью него можно делать заготовки, потому что там есть баланс соли и сахара, уксус. Во-первых, рассол уже настоялся, здесь были и чеснок, и укроп, и свекла, и чили. То есть это полноценно, то есть вам не надо заморачиваться, вы просто берете его, кипятите и закрываете. Когда мы залили рассолом полностью наши баклажаны, горячим рассолом, мы все это выравниваем и заливаем маслом. Растительное масло это дополнительный консервант, который нам не позволит продукту бродить. Теперь закрываем аккуратно, оп, лишнее у нас выходит, зато жидкости у нас под завязку. В этом случае я сделал быстрый вариант, который я съем уже через 5-7 дней, когда баклажаны полностью пропитаются. Если же вы хотите сделать такой вариант на всю зиму, то вот эту баночку вам нужно поставить в автоклав или на водяную баню, для того, чтобы прогреть полностью и обезопасить себя от взрыва. Ну а как использовать консервированные баклажаны дальше, я вам покажу вот в этом ролике. Приятного аппетита!